Меня зовут Абылка Сумерас, мне 19 лет, я из города Алматы и на данный момент обучаюсь в Доляинском технологическом университете по специальности архитектор на правительственном гранте. Еще будучи школьником я записался на курсе китайского языка по программе Foundation в Chinese KZ. Отучившись пять месяцев в Chinese KZ я принял решение поступать в Китай. Конечно родители меня поддержали, но вначале они боялись и переживали, но поняв то, что я получу там очень большой опыт, мы все вместе пришли к одному выводу, чтобы я поступал в Китай. И через Chinese KZ я поступил на учебный год в Гуджовский университет. После первого семестра я решил сдать четвертый ческейт и подать на государственный грант. И мне очень посчастливилось стать обладателем этого гранта в Доленский технологический университет. На самом деле культура и менталитет китайцев очень отличаются от нашего, но они очень любопытный и дружелюбный народ. К иностранцам они также относятся очень дружелюбно и хорошо. Так как в Китае очень мало иностранцев, когда я только туда приехал, они со мной старались познакомиться и даже некоторые фотались со мной. Что касается безопасности в Китае, для меня как для иностранца она была полностью обеспечена. Относительно питания. Китайцы любят очень острую еду, но там можно найти кухню на любой вкус. Когда я только прилетел туда, мне конечно было непривычно. Традиционным блюдом китайцев является хуго, но в основном они питаются рисом и лапшой. Для любителей острого Китай придется по душе. Как получить грант? Во-первых, это большое желание учиться за рубежом, в остальном это большой труд и упорство. Для меня самым эффективным способом изучения китайского языка были общения с носителями китайского языка. Также я очень много читал китайскую литературу, также смотрел фильмы. Постоянная практика и огромное рвение помогли мне достичь желаемого результата. На самом деле я ни разу не жалел то, что поступил в Китай, потому что это страна будущего и есть все возможности для всех людей. За год проживания в Китае у меня расширился круговзор и мировоззрение. Также у меня появилось очень много друзей с разных точек планеты. В общем, тот опыт, что я получил в Китае, думаю, положительно отразится в дальнейшем на мою жизнь, также на карьерный рост. Я очень благодарен Chinese KZ за моральную поддержку, потому что какие бы у меня не возникали вопросы или проблемы, они всегда мне помогали вовремя. Допустим, в ту ночь, когда я отлетал в Китай, не смотря на позднюю ночь, сотрудники Chinese KZ пришли меня проводить и в дальнейшем удостоверились, что я прибыл в Китай. Однажды у нас в университете была ярмарка. Эта ярмарка на китайском называется Мэйшэчье, то есть студенты разных стран мира готовят свои традиционные блюда. И Казахстан тоже решил принять участие, и мы приготовили очень много традиционных блюд, и все это продавалось на ярмарке. На этом можно было бы заработать деньги. Мимо того, что я попробовал много интернациональной еды, так еще я получил море удовольствий и нашел себе еще больше друзей. Для иностранных студентов выделено отдельное общежитие, которое находится на территории кампуса, и там нету комендантского часа, то есть у нас было свободное время по вечерам, и мы могли возвращаться когда угодно. В Китае в основном пользуются приложением WeChat. Оно и является аналогом популярного мессенджера WhatsApp. В этом приложении очень много функций от чата до кошелька. То есть открыв приложение, можно общаться друг с другом и, например, даже смотреть моменты. То есть моменты это как инстасторис. То есть твой друг выкладывает фото, и можно его лайкать и комментировать. Также тут можно делать видеозвонки и простые звонки. Тут еще есть кошелек, и с QR-кодом можно оплачивать все, что угодно в Китае. В общем, всем советую поступать в Бузы Китая, так как вы там получите самое лучшее образование. Также ставьте перед собой огромные цели и достигайте их. Для этого вам надо упорно трудиться, рисковать и много учиться.